Приливы есть во всех делах русских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 29 августа, день нерукотворного образа Спасителя. В этот день, в далеком 944 году, был перенесен нерукотворный образ Иисуса Христа из Едессы в Константинополь. В городе Едесс правил Афгарь. Он болел проказой, которая поразила всего тела. Царь уверовал во Христа и попросил исцеления, послав гонца с письмом. Христос умылся и вытер лицо полотенцем. На нем отпечатался его божественный лик. Царь поклонился образу Христову, и тотчас получил значительное облегчение. К этому дню созревали орехи, и потому праздник стал называть третьим хлебоореховым Спасом. Насчет него у народа была поговорка. Первый Спас на воде стоит, на второй яблоки едят, на третий, на зеленых горах холсты продают, да хлеба припасают. В связи с этим третьим Спас еще называют Спасом на полотне, Спасом на холстах, холщовым Спасом. Народ к этому дню старался приурочить проведение различных ярмарок, на которых продавали полотно, холсты и другие товары. Сегодня чистили колодцы и родники, из которых пили воду. Считалось, что это сделает воду более чистой, целебной, и употребление такой воды даст крепкое здоровье. Хозяйки сегодня пекли хлеб из нового урожая. Приметы. Если на ореховый Спас улетит последний журавль, холода будет на покрова 14 октября. Если сегодня хорошая погода, зима будет короткой. Морковно-огуречный сок. Для того, чтобы усилить его действие, мы с вами к нему можем добавить свекольного сока. И действие его намного усилится. Но, тогда пропорция, смотрите, если мы берем морковный сок и сок огуречный, можно брать пропорцию один к одному, то если мы берем свеклу еще, то пропорция должна меняться. А именно, одна часть свекольного сока должна приходиться на 5-6 частей морковно-огуречного сока. Потому что свекольный сок, он очень сильный. Но зато, когда мы его прибавляем к этому соку, он значительно ускоряет оздоровительный процесс. Итак, прибавляем. Вот, у нас получилась совершенно иная пропорция и сок по силе. Этот сок более будет лучше, более мощнее действовать на организм. Вот, попробуем его. Но пить его надо осторожно. Начните всего лишь навсего с одного глоточка. Посмотрите, как его усваивает ваш организм. Нет ли никаких отклонений, потому что, ну, сильная реакция бывает. И дальше тогда потихонечку добавляете. И у вас все будет получаться. Великолепный сок получился, потому что пропорцию я подобрал правильно. И, кстати, высокое содержание калия в огурцах делает их очень ценным средством при повышенном и пониженном давлении крови. Огуречный сок также благотворно влияет в заболеваниях зубов и десен. Кстати, я уже несколько раз рассказывал, что такое вообще сок. Само по себе любое растение, как и наш организм, защищается от воздействия вредных грибков и микробов иммунитетом. Этот иммунитет имеется в нашей крови, что немаловажно. Так вот, в соке любого растения содержатся вещества, которые подавляют жизнедеятельность любых бактерий и грибков. Если бы этого не было, то что бы получалось? Грибки и бактерии бы его сразу же сожрали, а так нет. И когда мы пьем этот сок, то мы с вами укрепляем свой собственный иммунитет. Это очень и очень хорошо. Хорошие результаты при регулярном употреблении агуречного сока в сочетании сока морковки и салата наблюдаются при многих кожных заболеваниях. А почему это происходит, можно спросить. Да потому что кожа, когда у нас не справляется кишечник и почки, начинает кожа работать как орган, выводящий различные шлаки из организма. И естественно, так как кожа к ним не приспособлена, она начинает страдать. И у нас начинают возникать различные заболевания. Кстати, давайте сделаем сок из салатика. Зеленый салат у нас есть в листочке. Листовой шпинат, конечно, отдавится, сок с него получается, но не так, как хотелось бы. Конечно, лучше всего такая соковыжималка работает с такими вот водянистыми овощами. Итак, мы с вами берем, нарезаем, вот, салат, листья салата включаем. Салат, листья салат, листья салат, листья салат. Продолжение следует. Салат slight Gomez. И так мы с вами сделали Теперь смесь соков морковка, огурцы и салат Пробуем Так как эти соки очень сильно ощелачивают наш организм То как раз они растворяют вредные кислоты Способствуют их лучшему выведению из организма 28 лунные сутки Ввиду того, что энергетика этих лунных суток очень благоприятна и гармонична Ее олицетворяют с лотосом Сегодня поддерживайте у себя приподнятое возвышенное настроение А чтобы удержаться на волне гармонии и благости Которую несет этот день Контролируйте свои эмоции Обязательно сделайте себе праздничный обед Из красивой, вкусной и легко перевариваемой пищи Не следует сегодня тяжело физически трудиться Все должно идти легко и радостно Доставлять удовольствие И не нарушать гармонии окружающего вас мира Сегодня снятся вещи и сны Отнеститесь ко всему, что вам приснится серьезно Ведь сны, как говорили древние мудрецы Это послание нам из будущего Благодарю за просмотр Если вам понравилось видео Ставьте лайк Звоните в колокольчик И подпишитесь на канал Ваше участие развивает канал И способствует его продвижению Вы можете посетить Бесплатно Мою авторскую библиотеку На сайте Малахо.про Доброго здоровья И до новых встреч